Инициатива «Значать день мать» одночасово с церковным святом покрова Просвятой Богородицы належала Белорусскому Союзу жанчин. И вось уже больше 20-х годов, 14-го кастричника, уся увага мати. Почас урочистого приема к керавництвам в области, яше 9 из них отримывают ордены мати. Сегодня в регионе проживает к реху больше 14 тысяч шумадетных мати, причем у самой великой семьи Гомельской области выховывается 15 детей. До речи, самая великая копия детей, народженных одной жанчины – 69. Этот рекорд был зарегистрован в России 200 годов тому. Оператор машинного доедения, наставник, медработник, продавец, домашняя господиня, янырозная по взрослому и займаемых посадок, аля кожная уже здесь няла свой самый головный ужитий подвиг, народила и выховывая по некольки детей. Алена Черникова такую узнагороду отримала ранее. Сегодня у ее семьи 10 неполнолетних, половых за ких приемные. Как мы можем оставить ребенка страдать, если мы видим, ну, если я сама мать. И я знаю, что такое, когда ребенок плачет, когда ему нужна мама. Как я могу, допустим, пройти мимо лежащего ребенка в кроватке, который плачет и зовет маму? Я не могу. Сколько урочистых встреч, примеркованных до дня мати, прошло на Огомщине, докладно не ведая на пыльный никто. На предприемствах и организациях кажут, что пришлось и науту вносить коррективы в рабочий график. Причем только одним днем увага до женщин шмат, где не обмежевывается. Уречте, при любой экономичной ситуации для этого можно найти махчимости. К декретному отпуску я только вышла, у нас доплачивают по миллиону, каждый месяц дают. Ну и всегда, конечно, и помощь, вот и дню матери нас пригласили, поздравлять будут. И на помощь я пишу, всегда помощь оказывают. Татьяну Савину до речи запросили и на еще один урочистый прием. У областного объединения профсоюзов организаторы кажут, что такое мероприемство проводить не первый год, а не все равно хвалюется. Уречте, незалежно от взрослого всем и детям. До того, что день мати, свято особливая, любви, добрыни и поваги до человека, якидая життем. Поклонение мати увагу ли традиция, уластивая усим народам свету, причем с глубокой давнины, як оборонцы домашней утульности, продолжальницы роду и заховальницы семейных традиций. У всех есть желание иметь мальчика и девочку, но потом не получалось у меня девочки. Сначала родилось три мальчика. Когда поняла, что беременна четвертым ребенком, была уверена, что будет дочь. Но получился сын. Четыре сыночка и лапочка дочка.